всем здарова с вами эдгар и вы на гребаном канальчики мысли от эдгара сегодня хочу такой видосик заснять что мне нравится в этой жизни какие простейшие вещи которые приносят мне удовольствие по-настоящему скажу сразу меня не радует те темы которые куплены если вы мне задарите дорогую тачку там или много денег или отправите меня в космос по-настоящему это меня не радует искусственно да я порадуюсь даже будет казаться что это по-настоящему машина которая лучше моей машины но там какой-то комфорт я там поезжу ну может быть там покайфую да о ништяк там электроника еще что-то там о ништяк то да все то но в принципе это все забывается это мусор а а вот по-настоящему от чего я кайфую так это понимаете это прямо вот знаете вот прям когда начинаешь даже про это говорить уже в мыслях формируется такое позитивное ощущение кайфовое когда ты покупаешь черный хлеб какой-нибудь бородинский не знаю черный хлеб настоящий хлеб не какую-нибудь ерунду которую испекли непонятно из чего прям хлеб из пекарни до при возможности такой и вот процесс от чего я кайфую когда ты подносишь хлеб к носу втягиваешь и вот этот запах хлеба пекарня и вот это понимаете черного хлеба такое прям кайфовое ощущение примут я не знаю я вот от этого кайфую запах черного хлеба просто очумительно иногда например дополнительная штука дополнение чесночком это все когда помажешь солью посыпешь и втянешь ноздрями вот это все дело так кайфово но вот что может быть кайфове этого что еще бывает кайфово для меня например едешь на машине куда-нибудь кипишь бардак да вот жизнь там вопросы решаешь куча всего происходит уезжаешь на хошку это местечко где нет никого людей нету а время такое что трава уже выросла теплый воздух вот эта травка колышет туда-сюда тишина никаких машин нету и ты вот так вот минут десять идешь по этому полю ни по какой причине не не идешь собирать малину не идешь туда чтобы там ну я не знаю что то там цель какой-то бесцельно просто идешь по этому полю иногда когда хочется такой порыв знаете вот бежать бежишь по полю просто бежишь берешь и бежишь по полю и не думаю что кто-то смотрит кто-то не смотрит чего-то как-то никого нету ты бежишь по полю такая трава высокая или там пшеница растет что-то типа этого но лучше обычно трава такая естественно которая выросла без участия человека потому что когда участвует человек то там земля вспаханная и только одна какая-то при идет порода да вот это вот там только пшеница например или еще чего-нибудь растет а когда природа это делает то там тысячи видов разных трав от самых маленьких до самых высоких на всех травках разные существа и вот момент кайфа для меня ложишься углубляешься в это в эту траву закрываешь глаза и слушаешь вот этот процесс шорох жучки паучки ветерок вот такой теплый ветер по твоему лицу тихонечко раз прошел блин у этой же просто красота разве это можно сравнить когда тебе подарили лексус какой-нибудь не знаю бентли за миллиард долларов ну будет бентли за миллиард долларов но садишься вот и из этого пластмассовой в эту пластмассовую херню и у тебя ощущение это какое не наслаждение настоящая вот такую ни хрена себе а вот такой как какой-то ты как псина какая-то когда тебе дают что-то такое чего у тебя нету и это не природное какое-то неестественное а то что сделано и тебе дали и ты должен был долго к этому идти что-то там зарабатывать у тебя только ощущение такое типа я лучше да вот это сейчас я кому-то там что-то покажу такие тупые вонючие ощущения которые мы в современном обществе думаем что они такие прекрасные якобы я добился цели вот теперь я стану себя уважать у меня такая машина а когда машины нет пешком ходишь то себя уважать не надо значит вот с лексусом уважай на копейки ездишь не уважай себя пешком хочешь вообще не уважуха к себе да значит и никто чё за бред вам в головы вселили вообще ты родился голожопой понимаешь оттуда откуда ты приперся с того света ты вообще даже без тела пришел это какая-то твоя мысль которую мы называем душа она даже без тела пришла это другое состояние потом когда попадает эта душа в этот мир твоя мысль попадает в этот мир в это состояние она получает такую штуку как тело тело это то же самое что ты получаешь какую-то машину и у тебя тоже такое ощущение знаете ты в скафандр получаешь что-то типа своего дома домик получаешь вот я получил дом вот мое тело в ней находится в ней над ней вокруг ней это уже не важно где эта душа находится и эта мысль обитает не важно в общем есть состояние моего мышления есть машина вот это мышление может контролировать машину двигать телом и пить чай мышление поддерживает машину чтобы машина работала чтобы через мою машину ощутить что другую машину что ли чтобы мне разработали лексус и я кайфовал от другой машины да нахер она мне не сдалась вы сюда рождаетесь не чтобы кайфовать от каких-то механизмов созданных этими же машинами вы должны ощутить эмоцию понимаете настоящий истинный кайф истинное наслаждение мысли вашей души возможности получить эмоцию настоящую а настоящая эмоция человеку приходит дается и ощущается только в настоящий момент природа она не стоит денег для этого не нужно делать никаких усилий понимаете что чтобы чтобы купить лексус его кто-то собирал тратил деньги и т.д. и т.п. я должен чего-то там поделать чтобы получить это якобы этим насладиться это бред тут нету эмоций это херня какая-то это уговаривание себя в том что ты герой настоящее наслаждение настоящая эмоция которая стоит того чтобы ее испытать это когда мир то он уже как бы существует он уже есть его не нужно создавать а потом кайфовать от него то что вы создаете от этого не покайфуете то что уже создана и это естественный процесс вот от этого нужно кайфовать природа она естественно созданная вы пришли сюда вам эта природа дает тело вот ваше тело вот естественная природа стыкуйте с ней делайте взаимоотношения с этой природой и к замечу она бесплатно потому что ее никто не будет воздух никто не разрабатывает воздухом всегда воздух дерево всегда дерево солнце всегда солнце понимаете комета которого упадет на нас и разнесет наш нас нахер на кусочки это все естественно так вот кайфуйте от естественных эмоций хлеб почему мне приносит хлеб наслаждение в принципе даже не обязательно делать буханку хлеба чтобы ей насладиться когда растет зерно какое-то да что-то растет какая-то трава вы просто возьмите например мята растет в природе берете мяту так вот делать нюхаете эту мяту такое ощущение хорошее да возьмите лепесточек розы настоящий не которые искусственно выращены которые розы дома растут да просто посадили выросли понюхайте разотрите или я вот в армении жил например мы посадили у нас в армении дерево ореховое вот у орехового дерева она насыщена йодом так вот когда приближаетесь просто к дереву ореховому уже йодом идет пахнет это прикольный запах такой а если разотрете листик такое ощущение хорошее вот взаимоотношения вашего тела с природным явлением дает вашей мысли новое понимание новое ощущение именно этот процесс развивает вашу мысль потому что мысль ваша душа находится здесь чтобы ощутить новое что-то новое для себя ощутить она может только во время вот этого процесса в компьютере если ты включишь и смотришь какой-нибудь лагуну на гавайях да там еще что-то красоту какую-то это все не работает иди просто возьми вот обними дерево обними постой дерево вот кстати меня тоже что нравится просто идешь и какая-то огромная посадка да там лес какой-то такой никого нахер там нету а имеется ввиду людей и просто идешь по этому лесу вообще пофигу куда заблудишься не заблудишься выкиньте в эту мысль просто прешься куда-то не заблудишь листья старые валяются кто-то ползает такая тишина такой когда чем в глубже захочешь такой в глухой лес там такой какой-то странный мне вот что нравится вот это гул стоит такой звук своеобразный у меня такое ощущение что вот эти деревья вот в этой глуши умеют еще между собой обмениваться информация разговаривать и я как человек еще могу в этом месте услышите это те деревья которые здесь между нашими домами я думаю не жалко эти деревья у них крышня поехал они не могут говорить они устали от этих камней построек вот эти деревья не умеют разговаривать мы их не слышим а где-нибудь в глуши где естественная среда там деревья реально между собой обмениваются не только деревья там вот этот весь процесс как определить насколько это прям то самое место а просто когда вы идете еще есть листья еще есть такие упавшие деревья и на них есть мох и все так естественно мне вот очень нравится например найти такое место когда видишь мох да понюхайте этот мох там вот водичка роса паучки лазят да присядь заткнись не разговаривай создай тоже тишину не мешайся послушай вдохни воздух и попытайся понять это место вот это кайф понимаете и вот когда говорят деревья разговаривают птицы разговаривают да и мы ржем как кто как кони блин не знаю коней сейчас обидел или нет но мы ржем блин ну даже не знаю как кто ну потому что тупые ржем над теми вещами которые естественные обычные и нормально и не надо это воспринимать какую-то фантастику сказка но если вы тупые и не можете понять природу это не значит что разговор об этом значит что человек тупой может и тупой просто и не можешь прислушаться ни к чему из-за того что ты такой тупой ты закидываешь в категорию тупизма когда кто-то говорит что дерево может разговаривать ну ты просто тупой в натуре ублюдок просто и все который все засрал испортил себя засрал разговаривает все на свете мы в боге мы часть бога и тут нету чего то чего не говорит но ты если не слышишь не пытаешься услышать и понять не обязательно они говорят например вот человеческим языком естественно находясь в таком глухом лесу говоря человеческим языком тупое состояние конечно не надо так говорить услышать как разговаривают деревья но ты будешь выглядеть идиотом если ты думаешь что нужно стоять и слушать так что там дерево сказала я беру в ипотеку новую землю я куплю себе водонапорную башню и вода будет подаваться только мне это дерево говорит нет мы тебе не дадим кредит ты весь долгах завтра тебя срубят мы позвоним людям и они тебя срубят нахер за долги посадят тебя посделать из тебя сруб я не думаю что деревья об этом разговаривают об этом разговаривают тупые люди человечество вы просто заткнитесь находясь в таком месте и попытайтесь послушать состояние чувственно получите мир нужно слушать не нашим пониманием а чувствами нужно слушать может быть для вас это сейчас сложно конечно сказано но дерево нужно слушать эмоционально эмоции слушаешь есть другой вид слуха у человека который забыт это настоящий вид чувства нашего организма и ты стоишь смотришь это такая знаете как медитация какая-то получается но это тоже мы говорим медитация еще чего-то да это просто обычное состояние человека который мы просто не используем вот вам кайфовая тема послушайте деревья послушайте птиц тогда вам станет хорошо почему вам встает хорошо от этого ну потому что простая вещь ваша мысль ваша душа приперлась в этот мир чтобы ощутить именно это получить эмоцию выслушать все что здесь существует по природе не выслушать многоэтажный дом который сам не понимает на хрена он вот так вот выстроен но вот если вы пойдете в горы где естественным образом образовалась гора и везде горы я в армении жил я знаю это ощущение я знаю ощущение леса я знаю ощущение гор вы идете в горы допустим да это уже никого нету на километры большие тогда вот эти горы такое такое ощущение дает на те вот величие что ли вот это чувство какой-то фиг знает вот это состояние тебя переполняет ветер дует вот это все так сильно и серьезно так мудро фиг знает вообще кайфово и вы слушаете эти горы чувствуете эти горы ваша душа заполняется вот этим вот процессом ради чего она сюда и пришла стоите в лесу в россии тоже получаете слушайте реку как она журчит понимаете вот когда вода журчит думаю что вам нравится этот звук когда горит огонь почему мы все собираемся вокруг костра включи костер просто смотри на картинку костра на компьютере да нет от этого никакого кайфа тебе нужно чтобы горел горело дерево какое-то дерево горит трещит запах ощущение костра тепло от костра звук костра вот это все состояние мы говорим что аборигены тупые это вы тупые городские современные вообще люди аборигены самые на умнейшие существа все эти технологии все эти разработки с полетами в космос это не нужно человеку тема вообще душа приперлась в этот мир не чтобы на космическом сделанными с человеком аппаратом полететь в космос блин если она здесь родилась и с таким телом значит нужно понять то где ты сейчас ну нахрена вот эти дали ощутите той где вы сейчас находитесь и естественные какие-то вещички поэтому мы наслаждаемся по-настоящему только вот таким естественным процессом я кайфую от этого я еще кайфу знаете от чего от того что я это понял вот когда-то я это не понимал вернее я это всегда понимал но меня перебивали люди недоумки взрослые когда я был маленький вот эти взрослые тупые люди сбивали меня с толку я может еще быстрее бы развился духовно которые диктовали вот эти какие-то тупые вещи они не пришли к этому они не понимают природу их интересует вот у меня такой бмв в натуре я в армении вырос да сюда приезжая что-то свои какие-то понты пацаны там туда-сюда короче вот смотрите вот сразу какую-то тупой негатив вот у меня там дом я такой дом отстроил такой дом отстроил там бассейнчик у меня там то-то братан я там то-то да ты просто никто я не встречаю людей которые говорят блин вчера постоял в лесу так было хорошо так было тихо блин такое ощущение было от этих деревьев если я вот кому-то так буду говорить стоим пацаны допустим мужики я не знаю собрались кучу народу у меня там дом у меня тачка вчера поменял колеса это перекинулся зима лето не знаю ездил отдыхать что-то там заработал сколько денег мусорный разговор и я тут в тюху и со своей темой типа стоял в лесу так было хорошо слушал деревья сразу таки опа чё ты чё крышняк у тебя проехал эдгар сразу скажет идиот но если не то что если они мне не скажут но они подумают побоятся сказать но подумать они-то по-любому подумают ну да да деревья слушал придурок но все вы были натуре вы все сдохнете понимаете сдохнете каждый из вас отбросить коньки рано или поздно и ты с лексусом своим там с мерседесом бмв доход с космическим аппаратом блин со своими хатами и чем угодно сдохнешь в натуре сдохнешь как любая другая псина или млекопитающая не отделяйте себя от животных человек это тоже подразделяется по дарвину в животное сгниешь как и любое другое существо и превратишься в землю твоя тачка будет стоять твой гребаный бизнес дальше будет что-то происходить а ты сгниешь почему ну потому что это естественно потому что даже тело не твое у тебя жизнь заберет даже твое тело не то что твой лексус и твое имущество даже тело у тебя отберет оно тоже не твое а что твое что им есть твое нет у вас ничего кроме одного вашего мышления вашей мысли вашей души вашего так сказать я и вот это мышление можно забрать это мышление дальше продолжит блуждать а что это мышление может с собой взять только полученные эмоции подумайте ты сдох сгнил твоя душенька продолжает блуждать куда-то поперлась дальше путешествовать в боге куда-то в другие пространства но в вашем понимании чтобы вас не путать ты попал в ад или в рай бред конечно ну ладно ну хрен с ним в рай ты попал и вот в этом раю ты будешь там гражданам рая что рассказывать там какие-то может другие будут существа проживать в этом райском месте которые не были на земле не были людьми они они были например инопланетянами где-нибудь на марсе хрен его знает где и у них не было ни лексусов ничего такого вообще другая движуха была и вот сидит такой же тупой как и ты какой-нибудь душа в рай инопланетная и твоя вы с друг другом якобы начинаете контактировать так как в одном месте тусите ты такой рассказываешь свои эмоции у меня была машина там лексус тот рассказывает что у него была протенционная сверх пусковая кибер пипка не знаю что это такое он знает мы все не знаем ты такой что ты несешь а тот когда ты говоришь про свой лексус он говорит а ты что несешь вообще я тоже не знаю о чем ты говоришь вы оба ни хера не знаете потому что оба сдохли на своих планетах попали в этот гребаный рай там новое состояние но не взяли из этих своих предыдущих мест настоящие эмоции а взяли какой-то мусор но вот когда вы будете оба друг другу рассказывать каковы были ощущения от того места где вы находились я получил вот ты рассказываешь инопланетянину у меня было ощущение такого какого-то эмоционального подъема ну как ты попытаешься это описать он еще как-то вслушается и скажет слушай а что там на этой планете в том состоянии там а чего ты это так получил что там делал ну ты скажешь ну там есть такое ну и начинаешь как-то более-менее это описывать он еще вслушается ну не факт конечно но хотя бы но точно не будет слушать про твою ипотеку и то что у тебя были долги и ты там пытался отдавать долги про какую-то херню там ой жесть он про чай каком-нибудь там липтон такого предательного слушать не будет да так сейчас я думаю вы понимаете о чем я говорю так что поймите что с собой можно взять только настоящую эмоцию настоящая эмоция она в бесплатных обычных естественных процессах понюхал хлеб послушал деревья подумал или посмотрел в небо вот это в голубую бесконечность вот я сейчас смотрю небо такое да чисто голубая непонятная штука ну небо да вот ну небо если я вам сейчас скажу ну да небо и что небо посмотри в небо а не можешь посмотреть потому что в квартире сидит блин да в потолок уперся и мало ли где ты там торчишь блин сейчас можешь на унитазе сидишь и мой ролик смотришь блин нихера тебе не видать да небесто закончишь обострешься выйди на балкон и посмотри так вот когда вы смотрите в небо такая простая штука потому что мы на нее очень на него часто смотрим и для нас это кажется естественным обычным процессом так вот вдумайтесь блин что это за херня такая какая-то голубая непонятная штукенция какое-то пространство которое дальше не видно чего и почему я не могу дальше видеть блин но не надо про это слишком много задумываться вам нужно кайфануть от процесса что вы видите это а то если вы начнете думать что там а что там опять будете создавать космический аппарат лететь туда за небом увидите черную пустоту вакуум там нету воздуха вам интересно что дальше 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 и вместо того чтобы ощутить то что уже сейчас есть и вот сейчас получи эту гребаную эмоцию потому что скоро помрешь ты будешь куда-то там бежать 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 и умрешь тоже так же и ни хрена не ощутил ни от чего не получил кайф только что-то там дальше дальше искал так что видишь голубое небо насладись какое оно голубое блин как же красиво птичка поет слушай птичку концентрируйтесь на простых вещах налил себе кофе ну кайфани ты от этого процесса ё-моё вот налил ты кофеёчек чашка пикачу кофе запах первый глоток второй глоток ощущения от кофе когда пьешь какой-то напиток от него происходит какой-то процесс естественный кстати напиток кофе это растет на дереве кофейное дерево и вы это кофе просто перемешиваете с естественным продуктом водой ну не знаю продукт что в общем с водой вода она естественно кофе естественно огонь естественно это перемешивается все делается идет запах хорошо ё-моё запах кофе кайфово же или запах заваренных трав каких-то набрал душицу в поле заварил душицу нюхаешь или когда в бане например завариваешь какие-то травы и вот ощущение вот этих трав в бане вот истинный кайф понимаете о чем я говорю в чем наслаждение или ты сидишь и например подходит к тебе твой ребенок особенно когда он маленький настоящий еще еще природа не природа а другие люди взрослые его не испоганили его мышление он такой маленький простой смешной со своими какими-то простейшими такими запросами подходит тебе дочка да там ей там пять четыре годика два годика не смотри на этого ребенка как вот на какой-то процессы жизни о машина вот дела вот жена вот ребенок и как бы мимо вы в основном на своих детей смотрите именно так дети подходят я не знаю попытаюсь это объяснить в основном мы смотрим на все что вокруг нас происходит как-то просчитывая анализируя это все дело такое знаете вот вот камера вот идти надо пришел человек здорово все просто логично вот такое рабочая схема как это происходит вот ребенок жена что-то что-то поцеловал жену ушел никаких ощущений эмоций тут нету даже если ты улыбаешься типа тебе хорошо но не хорошо тебе подходит себе ребенок начни думать и воспринимать ребенка эмоциями нелогичным мышлением оно оно не нужное человеку мы думаем вот это логика потому что забита наша башка какими-то процессами всякой вот ему нужно на тренировку чтобы он стал что-то все бардак нахер эмоции воспринимайте кайфуйте эмоционально подходит тебе ребенок твой два годика еле-еле такой идет переключись на эмоциональное ощущение и попытайся воспринять это обдумать смотри какой он маленький такое маленькое существо идет к тебе это существо сделал ты ты как создатель как ты так мог сделать ты лопату сделать не можешь оборудование нужно такие сложности что-то создать простое а тут такое прикольное существо к тебе подходит и ты его создал охренеть просто можно от этого и вот это когда начинаешь про это думать возникает эмоция понимаете настоящая что как ты так вообще даже понимаете вы создали нового человека и это вас не затрудняет вам не нужно учиться в школе изучать схемы программы сдавать экзамены париться переживать за эти экзамены там взятки давать просто сделал и сделал ребенка вот он просто к тебе идет просто небо просто вода просто воздух в жизни все просто мы просто все усложнили гребаные придурки и ребенок тоже и вот он когда с тобой разговаривает отвлекись от всякого говна что тебе кто-то звонит чего-то говорит в жопу всех вообще всех и все вот такой купол небольшой над тобой всех в жопу вот перед тобой ребенок и посмотри на него поизучай вот это и ребенок тебе говорит что-то как-то еще так смешно разговаривают они когда только учатся разговаривать вот слушайся как пытается этот человек новый маленький тебе что-то сказать послушай ощути себя что ты тоже таким был что он хочет почему он так тебе говорит сейчас зачем он к тебе подошел если он к тебе подошел сейчас ну наверное ты ему нужен он в тебе видит какого-то мудрого мудрое существо которое его спасет поможет подскажет но это маленькое существо подходит с надеждой к тебе что ты подскажешь а ты такой весь братан да подожди ты отойди жена забери его его там слушай там у нас акции там я не знаю там все дела да давай встретимся ты там кальян купи заряди вечером увидимся или там женой там у нас вечером тусовка столик заказываем чтоб было все четко а тут ребенок подходит такой подожди ты что тут сказать ты ублюдок неужели столик вот эти друзья бизнес какой-то да что угодно вообще вообще что угодно это важнее того что вот к тебе подошел подошел человек маленький созданный тобой не пойми как ты вроде ничего такого грандиозного не делал но перед тобой такое создание оборудование можно сказать да система какая-то функционирует вообще самостоятельно как-то вот ты можешь человека из чего-то сделать если только не с девушкой переспать просто сам можешь это сделать да да никогда в жизни ты ручку собрать не можешь как какой там человека сделать так вот ты сделал это существо и оно к тебе подходит с надеждой что ты что-то подскажешь а ты ублюдок вообще другими делами так что кайфуй от простого кайфуя от своего ребенка это самое наивысший кайф самая лучшая эмоция получить самая ценная эмоция это понимание создано тобою вот ребенка созданного тобой ребенком понимаете тогда твоя душа помудреет и когда ты отбросишь коньки сдохнешь и превратишься в землю твоя душенька получит то ради чего она сюда приходила и ты называет не зря тут пожил всем пока увидимся в гребаной бесконечности если конечно ты будешь четко понимать что ты хочешь в этой жизни а не страдать какой-то херней пока